В Анапе на реализацию нацпроектов в 2024 году выделено более полутора миллиардов рублей. Об этом напомнили во время координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Из анапской студии участие в заседании приняли первый вице-мэр Светлана Балаева и председатель совета Вячеслав Вовк. В текущем году на территории курорта реализуют три национальных проекта, благодаря которым школы оснастили государственными символами, музыкальными инструментами, необходимым оборудованием и учебной литературой. В рамках проекта «Жилье» к финишу подходит строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод. Активно Анапа принимает участие в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». 15 организаций санаторно-курортного комплекса получили свыше 90 миллионов рублей субсидий. Средства направлены на улучшение доступной туристической среды и благоустройство пляжных территорий. Канализацию нацпроектов выделено в совокупности 72,7,73 миллиарда рублей, коллеги, только на этот год. Конечно, мы должны осваивать эффективно эти средства и добиваться результатов, потому что нацпроект – это возможность, коллеги, сегодня в условиях сегодняшнего времени добиться качественного улучшения во всех сферах жизнедеятельности. И нацпроект – это все в интересах жителей, конечно, в первую очередь края. Мы не раз говорили о том, что коллеги главы муниципальных образований, краевые коллеги, держать на личном контроле, еще раз подчеркиваю, на личном контроле каждую копейку. Качество, сроки реализации нацпроекта. Но если такой контроль будет, буквально тотальный контроль, ну да, сложно будет что-либо нарушить. А если нет контроля на всех уровнях, нет, тогда растет количество правонарушений. Главы муниципальных образований, вы же там находитесь. И жители тех муниципальных образований, где мы строим соцобъекты, они в первую очередь получат возможность пользоваться этими соцобъектами. И поликлиниками, и школами, и детскими садами, и спортивными объектами. Поэтому позиция глав муниципальных образований должна быть активной, как никогда. Для жителей района, в котором вы являетесь главой.